Настоящая окрошка дома за 10 минут. Берем кефир. Я взял 3,2%. Если вы соблюдаете диету, возьмите без жира. Добавляем в нашу емкость. Вот такой густой у нас. Дальше добавляем газированную водичку. Если вы хотите добавить в своей окрошке такой солености, можете попробовать минералочку. Тоже очень интересно. Поехали. Добавляем. Далее добавляем горчичку. Возьмите русскую горчицу. Не дижонскую, не сладкую. Именно русская. Нужна правильная остринка горчицы. Добавляем все туда. Подсаливаем сразу же в начале. Далее добавляем нарезанный лучок. Зеленушечку. Лучка не жалейте, побольше нарезаем. Все-таки наша окрошечка домашняя хорошая. То же самое, нарубили укропчик. Добавляем свежайший укропчик, только с грядочки. Только с грядочки. Мы отварили заранее картошку. Нарезали ее кубиком. И добавляем в нашу окрошку. Во! Добавляем дальше очищенный от кожуры огурец. Почему очищенный? Потому что он гораздо мягче. Гораздо лучше впитывает весь аромат и вкус вашей окрошки. Добавляем его прямо туда. Ну и куда же без свежей редисочки, настоящей окрошки? Нарезаем тоже кубиком. Можно нарезать ее соломкой, тоже будет вкусно. Добавляем туда. Ну что, теперь добавляем мясо. Колбаска. Смотрите, важный момент колбаски. Возьмите докторскую колбасу. Она самая-самая вкусная. Я ее обожаю. И всегда добавляю во все свои мясные блюда. Добавляем наш суп. Опционально можно добавить еще отварную говядину. Либо какие-то копчености. Ну, кто что любит. Мы добавим еще немного отварной говядины. Берем, зачерпываем, не жалеем. И добавляем ее тоже в нашу окрошечку. Есть. Ну что, настал самый приятный момент. Мы перемешиваем нашу окрошку. Наливаем ее. Можете, если у вас есть лед, добавить лед и наслаждаемся. Перемешиваем. Ой, какая красота, мамочки. Все, наша окрошка готова. Наливаем ее. Раз, черпачок. Второй черпачок. Добавляем яйца отварные. Мы перепелиные добавим. Вы добавьте на свой вкус. Ну что, и даем пробовать нашему эксперту. Вперк. Спасибо. Ммм, вкусно.